Чё-то ты будешь там себя снимать? Привет, братья и сёстры! Пришло вот такое сообщение в чат, где мы общаемся, сборщики, курьеры, ну точнее руководство с нами общается. Пришла информация, что всем партнерам быстрой доставки Сбермаркета необходимо пройти тестирование на регламент сборки и доставки. Вот такие вот ссылки. Давайте перейдем по этой ссылке и попробуем пройти тестирование. Сам впервые прохожу его, не знаю, что там нужно делать и на какие вопросы отвечать. Вот так вот выглядит этот тест, Сбермаркет, тест по On Demand, быстрая доставка. Зачем английское слово здесь, непонятно. Вроде в России живем. Выбираем регион. Ритейлер. Магнит, наверное. Я же в магните работаю. Когда курьер едет на адрес, звонит клиенту предупредить или уточнить информацию. Клиент не берет трубку, не отвечает. Какую заявку необходимо сделать? Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Если невозможно дозвониться клиенту, может быть перенос заказа тогда? Опять же, где-то заявку делать эту? Я не знаю, мне об этом никто не говорил. Курьер понимает, что опаздывает. Какую заявку необходимо сделать? Логично было бы позвонить, предупредить клиенту. Давайте тогда BD, опоздание доставки. Третий вопрос. Клиент возвращает часть заказа или целый? Заказ оплачен. Во время доставки курьеру. Какую заявку необходимо сделать курьеру? Ну, возврат. Четвертое. Водитель приехал по адресу, но не может заехать на территорию. Какую заявку необходимо сделать? Ну, логично, не могу подъехать к месту. Приехал на адрес, указан частный дом. По факту дом многоквартирный. Какую заявку необходимо сделать? Все ссылки на работу ты найдешь внизу в описании под этим видео. Еще недавно Алексей Волонтер начал сбор средств на экшн-камеру, чтобы иметь возможность записывать видео на скутере. Ссылка для сбора денег внизу под этим видео. Поддержи Алексея и скоро ты увидишь новый формат видео. Ну, неверный адрес. Клиент просит курьера привезти заказ не на тот адрес, который указан в заказе. Какую заявку необходимо сделать? Ну, изменение адреса доставки. Какая минимальная сумма заказа при on-demand? При быстрой доставке on-demand? Блин. Английское слово написать русскими буквами. Это зачем? Неужели нет русского слова? Вот я не знаю, что такое on-demand. Тем более, русскими буквами написано. Ну, блин. Ай, бред какой-то. Не знаю, какая минимальная сумма заказа. Пусть будет 250. Потому что, где эту информацию взять, я не знаю. Какой способ оплаты может выбрать клиент при заказе on-demand? Опять это слово, блин. Способ оплаты. Ну, онлайн все время мы, как бы, только карта онлайн. Потому что у курьеров никаких там карт, ничего нету. Терминалов. На какое время можно перенести заказ on-demand? Блин, что такое on-demand? Там же вначале было написано. On-demand это быстрая доставка. А что, просто написать быстрая доставка нельзя было, что ли, русскими языком, русскими словами? Ну, или ладно, как бы они там привыкли сокращать. Быстрая доставка, BD. Но зачем on-demand это слово-то? Меня это просто бесит, бесит, бесит. Английский язык в русской стране. Что у нас, своего языка нету, что ли? На какое время можно перенести заказ on-demand, BD? Быстрая доставка. Только на следующий по времени слот, только на следующий слот или любой другой слот в течение текущего дня. Ну, давайте только на следующий слот или любой другой слот в течение текущего дня. Может ли клиент возобновить заказ быстрая доставка, он же on-demand? может ли клиент возобновить быстрый заказ да может почему нет ну вот отправил как бы тест получается google форма была зачем, почему непонятно, ладно есть еще тест доставка давайте посмотрим что за тест доставка тоже быстрая доставка для сборщиков но я же сборщик, сборщик снова выбираем город Ростов-на-Дону ритейлер магнит и вводим свою фамилию после ввода фамилии пошли опять вопросы у вас не получается списать деньги с карты клиента какую заявку необходимо сделать ну либо позвонить клиенту, либо проблема оплаты наверное проблема оплаты заказ закрыт оплата картой онлайн заказ оплачен но клиент отказался от части товара в разговоре со сборщиком какую заявку необходимо сделать заказ закрыт оплата картой онлайн заказ оплачен но клиент отказался ну вот довоз, обмен, возврат возврат значит части товара клиент отменяет заказ во время разговора со сборщиком необходимо сделать заявку отмена заказа когда во время разговора со сборщиком клиент отменяет заказами что такого не было еще ни разу не отменяли заказ у меня было просто часть заказа отменяли некоторые позиции я убирал что полностью заказ отменяли такого у меня еще не было поэтому я вообще даже затрудняюсь ответить на этот вопрос когда во время разговора со сборщиком клиент меняет заказ необходимо сделать заявку не знаю даже кому звонить и куда звонить по каким номерам я наверно куратора буду старшему точки писать потому что других контактов я как бы не знаю что за оператор какой оператор какая минимальная сумма заказа при он demand но у меня пусть будет 250 потому что я не знаю какой способ оплаты может выбрать клиент при заказе он demand он же быстрая доставка ну картой может ли клиент возобновить заказ он demand быстрая доставка думаю что может если заказ не был оплачен я правильный ответ не знаю поэтому наугад ставлю все отправил я свои все данные как бы все то что от меня требовали то я выполнил ну вот такие вот простенькие тесты предварительно я конечно не изучал информацию надо по идее было почитать по идее нужно было почитать вот этот обучающий материал но я что-то его поленился читать или он у меня не открылся ну в общем я лентяй а на сегодня друзья все вся информация полезная в описании под этим видео переходил устраивайся на работу пока друзья до новых встреч до новых встреч